Роман Дусенко Регалии Регалии, да А как это сейчас просто ощущать себя HR? Ну, давайте так, справедливости ради, вот это сегодняшнее утро Во-первых, спасибо, что пригласили, да, еще раз доброе утро Я очень рада увидеть заставку двухлетней давности, с которой мы сейчас все вырезали Осталась Елена Вичак, просто HR Просто HR Значит, я давно уже не просто HR, но это хорошо, потому что это означает, что, в общем, наверное, вот эта принадлежность к определенной специальности, да, она, в общем, тянется за тобой Я бы даже сказал, принадлежность к определенному юрлицу Юрлицу, ну, наверное, да, как скажете В общем, Елена Вичак, просто HR, это тоже хорошо звучит Знаете, Лена, удивительные вещи, вот, ну, вы смотрели несколько моих эфиров И понимаете, что у нас здесь пыток не проводится на эфирах, да, и мы здесь, все у нас очень комфортно Но удивительная вещь, что многие, многие генеральные, крупнейшие российские команды не пускают своих HR сюда Именно поэтому я пригласил вас, что у вас нет никаких ограничений Никакой аффилированности И сейчас мы можем, агрегированный весь опыт, серьезно поговорить на тему управления персоналом Что же происходит сейчас в управлении персоналом в РФ? Вы страшный человек, Роман Мы начинали через управление обратной связи Мы вернемся, это обязательно блок этот будет Я этот диалог веду с собой неделю, да, всю ночь мы с вами об этом разговариваем, да, и вдруг бах про управление персоналом Значит, мое счастье, наверное, сейчас даю короткий анализ Диагноз, да, 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 короткий диагноз, наверное, обоснованный тем, что я имела огромное счастье иметь опыт 15 лет, ну, больше 15 лет в крупных корпорациях И это лучшие компании страны, неважно, какие они с точки зрения финансовых показатели, там, выручки, айды или чистые прибыли, но это хорошие компании, да Я имела счастье в рамках «Сколков» два года наблюдать за совершенно другими У меня группа была потрясающая, это малый и средний бизнес, там никого не было из корпоратов, там не было HR-ов И, соответственно, я имела счастье наблюдать за бизнесом как раз вот другой совершенно формации Сейчас я год в таком, ну, свободном плавании, как у альпинистов есть термин, знаете, вывеситься, когда ты вывешиваешься и думаешь, что делать Вот в этом счастье я попала в академическую среду, да, сдавая кандидатские экзамены И плюс имею, как бы, клиентский пул небольшой, но уже людей, которым я могу помочь И вот в этой амплитуде я могу сказать следующее, что, как я уже много говорила, HR – это функция, которая находится на такой развилке Сутевой развилке, да, ее как функцию либо смоет, вообще прям совсем смоет И все-таки линейный менеджмент и первые лица заберут себе управление своими людьми О чем мечтал, да, и о чем мечтали, говорится, большевики Я надеюсь, что это так или иначе исполнится, это тоже важно Либо он, эта функция, она, эта функция очень видоизменится с точки зрения своего наполнения, своего вот контента, да И того, что она будет давать бизнесу, опять же Ну, то есть HR – это функция, которая не может существовать сама по себе, если мы говорим про компанию Какие главные болезни, вот на ваш взгляд, сегодня самые серьезные? Вы знаете, сейчас так много, вот я все-таки привяжу, так как у меня были домашние заготовки, так сказать, связанные с обратной связью Они сюда тоже ложатся Значит, первая история – это, мне кажется, вообще наша коммуникация Вот все, что связано, ведь обратная связь и функция управления персоналом – это функция коммуникационная Она сама по себе, это про общение, про постоянное общение Не важно, в диджитал ты, в приложениях, в облачных технологиях, ты общаешься с людьми Это данность По науке и по статистике вообще общение нам дается межличностное плохо Мы плохо это умеем делать, потому что мы такие Это нехорошо, нет, это данность Ограничение нашего вида Это ограничение, действительно, нашей популяции Да вот я здесь, извините, позволю себе так, высоко, высокопарно Татьяна Черниговская сейчас об этом постоянно Мы плохо общаемся И мы это видим по людям, которые постоянно создают конфликты, создают токсичную среду Которые умудряются нарваться на конфликты там, где, ну, казалось бы, не надо У меня была приятельница, которая, например, постоянно приставала к официантам Ей все время было не так Было не 50 грамм виски, а 49, не клубника, не первая, а вторая И на мой вопрос, зачем ты, как бы, выносишь им мозг, она говорила, а пусть знают И как бы вот это наше желание, да, наше неумение общаться раз Нежелание учиться этому два, а мы же не хотим этого признавать Наш мозг настроен на то, что мы прекрасные Мы хотим быть привлекательными, да Поэтому не умеем раз, не хотим два, и, к сожалению, все очень быстро Вот эта вот история, что ты формируешь мнение о человеке, о работнике, о компании Не зря же в HR появился тендер, на мой взгляд, абсолютно страшная Тиндеризация, да, мы понимаем Тиндер Тиндер, это свайп право, свайп влево Это там доли секунды, на которых ты принимаешь решение, нравится, не нравится Я вот написала несколько постов вдруг про это, и они вызвали какую-то Я все-таки, как бы, возвращаясь к вашему интервью, где вы написали, что вас поразила книга «Правила работы в Google» Да Да, они там три месяца кандидата, вплоть до прихода к нему домой Это, наверное, правильно Ну, то есть мы вот в этой истории, да, быстро Ну, опять же, здесь мы рядовой персонал, топаем Все сильно Да, может быть, Тиндер подходит для базовой позиции Да, HR не имеет, я хотела бы сказать, да, что HR не имеет, вообще в HR нет средней температуры по больнице Это вот очень важно, потому что все вещи, связанные с инструментами HR, они очень плотно связаны с интересами конкретных стейкхолдеров У HR разные стейкхолдеры, понимаете, и не бывает для первых, повестка для первого лица одна Повестка для коллег другая Это как когнитивный диссонанс HR, он, с одной стороны, подчиненный директор, а, с другой стороны, вынужден защищать интересы, опять же, вашими словами, говорю, работников Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вы спросили, почему генеральные не любят посылать вот HR-ов на такие мероприятия Я думаю, здесь есть некое опасение, что раскроется какая-то, во-первых, странно, что не любят, ну, честно говоря, это вообще странно Это прям каменный век какой-то, феодализм, да, я с таким давно не сталкивалась, но я знаю таких руководителей, они все-таки любят, когда компания внутри, это очень закрытая коробочка Они верят в то, что это еще можно сохранить, и мне кажется, это гораздо хуже, чем если бы HR рассказал правду про компанию И знаете, почему это важно? Потому что компании действительно разные, ну, как бы это данность Вот когда мы с вами говорим про Google, да, миссия которого, опять же, из этой книги, она меня прям поразила в сердце Не сотвори зла, миссия Google, я никогда этого не знала Не имеет никакого отношения к клиентам, к открытости, да, там, к простоте Ну, мы берем там миссии наших уважаемых компаний, читаем ценности и не понимаем, о чем они А здесь вот три слова Потому что консультантами разговаривают Ну, да, безусловно, поэтому HR-ов не пускают зря, но не пускают, я думаю, ровно для того, чтобы сохранить какой-то вот, может быть Мне кажется, вот вы сейчас очень тонко, очень плавно затронули вопрос репутации компании Которая в первую очередь складывается из репутации первого лица, где человек, являющийся заказчиком HR-а Будь то собственник или генеральный директор и определяет, хороший это HR или это HR никудышный Так вот, возвращаясь, вот мне бы хотелось сейчас вот самых болевых точек напитать Вот с точки зрения, вот вы теперь, вы поработали в крупнейших корпорациях Вы знаете первых лиц, разных людей, и не только в тем, где вы работали, но и с теми, с кем вы общались Вы получили некий срез SME с малой и средней бизнеса С точки зрения вот вашей оценки личностей, не конкретных имен, а личностей генерального Какие у него боли, если мы возьмем агрегированного генерального директора российской компании Понимает ли он вообще, что такое HR? Я думаю внутренне, вот смотрите, мне очень нравится, знаете, у меня в голове такая история Что когда есть непрофессиональные HR, есть непрофессиональные руководители, да, есть, это данность Я скажу так, недостаточно хорошие HR и недостаточно хорошие руководители Вот между недостаточно готовым и хорошим и классным руководителем и HR я всегда выберу руководителя Почему? Потому что когда HR непрофессионален, это полная фиаско Это фиаско, понимаете, HR должен быть профессиональным в своих вопросах Для руководителя адженды повестка HR, она важна, они, конечно, беспокоены Но у них звучат два запроса, вот из моего опыта, может быть, я не права, ни на что не претендую Но их два запроса, где найти, как сформировать команду, как ее как бы удержать Но, к сожалению, даже если этот запрос сформирован, им дальше не хватает инструментов И это тоже нормально, я вот не люблю критиковать руководителя Мне проще критиковать HR, потому что я сама такая, да, и прошла эту всю боль А вот руководители, мне всегда жалко критиковать Они учатся, а потом иногда делают те вещи, от которых голова, волосы дыбом, правда? Вот вы приводили пример сегодня за кофе Я вчера разговаривал с одной девушкой, очень умной, очень хорошей Она директор крупнейшей российской компании Она как раз тоже сейчас получает Executive MBA Она говорит, слушай, вот я там отучилась, модуль у меня был, пришла, и тут все на меня навалилось И я понимаю, что все эти продажи, IT, все это вообще ничего, люди Люди И следующий вопрос, а как? То есть мы говорим, да, о практических инструментах Так вот, я вот исходя из того, делаю такой вывод, что HR как боль у каждого директора существует Есть, 100% Но он иногда не идентифицирует, где болит и что болит Им очень сложно сформулировать вот ТЗ, потому что мы же такие тетки вредные, как я, они садятся и говорят, чего хочешь И вот это, чего хочешь, когда ты начинаешь задавать правильные вопросы, это хорошо делают коучи, это хорошо делают менторы Как раз да, это коучинговый подход Это коучинговый на вопросами, это можно делать менторингом, когда ты рисуешь, просишь нарисовать, в чем проблема И ты прям показываешь сразу болевые точки Ну вот я не коуч, я, например, ближе к менторингу, да, потому что я прошла массу разных ситуаций, в которых я сразу понимаю Человек еще не сказал, а я уже понимаю, где взорвется как бы Ну просто потому, что бизнес, он достаточно шаблонный Во-первых, интуитивность, во-вторых, все-таки, ну опыт Не пропьешь его, ну как бы ты видел маленький и так далее Поэтому трудно формулировать заказ руководителям, но вопросы, связанные с людьми, у них, конечно, она повезет Надо ли быть HR-у коучем для своего первого лица? Здесь, знаете, какая проблема? Руководителю крайне, я бы сказала, неудобно обращаться с этой болью к своему HR-у Ну это тоже Что-то мешает Это как бы признание какой-то своей собственной Значит, надо помочь найти просто коуча со стороны Очень часто сейчас, и я вижу уже этот трендом, что обращаются Вот у меня сейчас есть несколько, например, хороших ребят, клиентов, у которых есть свои HR-ы Я им помогаю со стороны, и мне это сделать гораздо проще, потому что, ну как бы Вот ты не мешаешь, ты рихтуешь и учишь, и помогаешь внутреннему HR-у, да И руководитель не признаётся в истории, что у человека Ну и степень доверия внешнему человеку, да Это проще, иногда это проще Это эффект купе, да, 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 это есть Ты можешь раскрыться, это есть Супер, отлично, мы, как доктора, посмотрели на ситуацию в России В целом, понятно, задам простой, но финальный вопрос, знаете, так А что с HR-ами-то вообще? 12-ая минута, финальный вопрос, но я пошла Значит, с HR-ами происходит странная история, честно Вот HR-ы такие вот уже взрослые, состоявшиеся, как я, они, как правило, уходят, конечно, в свободное плавание И готовы делиться экспертизой, таких, как я, много Вы их видите, они у вас очень часто в эфирах, они все говорят очень умные и правильные вещи Значит, HR- это вот как вино, знаете, оно, к сожалению или к счастью, чем... Это вишенка на торте, я написала в одном посте в Инстаграме, что возраст для HR-а в чём счастье этой функции Не имеет значения, честно, он чем старше, тем мудрее, тем спокойнее и так далее И чары, которых у меня в Инстаграме я называю чар-морковки, и все согласились, никто не обижается Они вот такие, они внутри там растут, их не видно, хвостик торчит такой маленький, знаете, они созревают потихоньку Они проходят свою школу, если это не непосредственный руководитель, у которых совсем нечему научиться Это прям беда-беда, но в целом и чары идут вот по своей какой-то коллеге Кто-то уходит в диджитал, кто-то остаётся в олдскул или там, да, как я говорю, диджитал и аналог Да, кто-то остаётся совсем аналоговым, да Но ведь здесь, Роман, очень важно понимать, что и руководители не все в диджитал Ну правда, я скажу, совсем не в диджитал Лена, вот как вы считаете, вот к какому возрасту доходит Нет, нет, есть очень мудрые чары, вообще в 30 уже прям мудряк-мудряк, такой, знаете, прям уже измученный жизнью Но какие критики, вот смотрите, мы же говорили о том, что наша программа имеет некий практический смысл Смотрят по всей стране и в маленьком городе там каком-нибудь там Приморского края, где нет вообще чаров там, да Но есть директор, есть собственник, ему что-то надо делать Вот хотя бы хоть обратиться за консультацией раз в неделю к кому-то Что должен он увидеть в этом человеке, каким должен быть HR, у которого можно что-то спросить Каким он должен быть? Во-первых, он должен быть привлекательным, в принципе, со всех сторон Категория нравится, не нравится, никто не отменял Большинство женщин в этой профессии Нет, сейчас очень много, я, между прочим, вот консультирую родителей просто по-человечески своих приятелей Которые спрашивают, куда девать детей, сыновей и так далее Я говорю, мальчики, идите в управление персоналом Несмотря на то, что академически у нас действительно очень мало программ Но я вижу, вообще-то говоря, HR потихоньку становится такой мужской Но мы видим массу примеров, HR мужчин И они прекрасны, у них нет нашего этого безумного эмоционального фона Это какой-то зам должен быть хороший Очень из HR встали, это реже, но очень-очень много уже очень хороших примеров HR, конечно, женская профессия именно с точки зрения функции заботы Вот это слово забота, оно, конечно, я не хочу сейчас опускаться до гендерной дискуссии Но функция заботы, она, конечно, такая Поэтому руководитель, я вам скажу, ему с HR должно быть интересно У меня недавно раздался звонок, который меня просто шип с ног Я ехала и потенциальный клиент, он мне говорит Он звонит и вдруг мне говорит А вы знаете, кто такой называет фамилию человека, условно, в топ-3 списка Forbes? Я говорю А я лихорадочно начинаю соображать, знаю ли я его лично И понимаю, что нет, к счастью, не знаю Я говорю, ну я теоретически знаю, а мы не знакомы Он говорит, да не в плане знакомы Вот у меня, говорит, HR пришел на собеседование Я ему задаю вопрос А вы знаете, условно, этого человека? Она говорит, нет, я первый раз слышу эту фамилию Он говорит, ну мне же должно быть с HR интересно И для меня это был интересный разговор Потому что руководителю с HR должно быть интересно Однозначно, что приоритеты руководителя другие Понятно, что слово люди у них сидит вот здесь прямо Никуда они их не денут, они это понимают Вопрос инструментария, помощи извне, снаружи и так далее Он крайне актуал Супер, отлично Пошли дальше Вглубь, вглубь Теперь уже копаем дальше Отлично, что вы можете говорить обо всем И у вас нет никаких держений Итак, опираясь на ваш опыт Вот на сдерживающий вот все убираем Опыт, который вы использовали, приобрели Говорим о корпоративной культуре Как о самом главном смазывающем масле компании, которая движет О коллективном мышлении Является ли коллективное мышление и образ мышления, образ мысли сотрудников Сдерживающим фактором, если человек, руководитель не умеет им управлять Я думаю, это вообще драматичная какая-то ситуация Но она, к сожалению, очень часто Если мы про... Я можно слово ценности произнесу? Отлично Оно вот важно Оно мое любимое Любимое, да, потому что есть несколько данностей Первое, любая компания это продолжение руководителя Продолжение Да, конечно, есть разница между тем, собственник ли у руля, либо генеральный Ну, в корпоративном менеджменте практически уже нет Да, ну что, страшно, когда два витрила И тот, и другой Это катастрофа, да, и таких ситуаций масса Потому что здесь уже дилемма для работника Кому отдаться, сори за такое слово, да Но мы все выбираем какую-то траекторию движения, где мы видим выгоду Все равно мы идем туда, где мы видим какую-то персональную выгоду Я надеюсь, эти люди могут договориться Это сложная история, компании разные, поэтому партнеры разные Я вот недавно читала там пост уважаемого человека, где было написано, что мы возвращаемся к кейсу, когда собственники хотят партнера Как бы прямо вот лихорадочно начинают их искать, ну, чтобы разделить ответственность, чтобы сбросить себя и так далее По этому тему двоевласти никто не отменял, к сожалению, в нашей вот как бы стране Тему того, что руководители пытаются не заниматься операционным, так называемым регулярным менеджментом, тоже никто не отнимал И не зря там Джордж Берсин говорит везде и Делойт, очень много очень интересных исследований, что руководители никто не отменял Ни в бирюзовой организации, ни в каменном веке, в котором многие наши организации еще пребывают, да Поэтому, чтобы Как работать с этим коллективным мышлением Слушайте Потому что многие считают, что они и так все знают, какие ценности, зачем я должен им рассказать о стратегии Зачем я им должен говорить о ценностях, зачем я должен показать своим поведение Пусть работают, как работают А это вот обратная связь, а это вот как раз та самая обратная связь Смотрите, руководители в силу разных причин не дают информации И это самое, на мой взгляд, это вообще почему я выбрала Это боль Это боль И почему, когда у меня спросили, выбирайте эффективное управление через, я сразу назвала обратную связь Потому что, вот смотрите кейс, вот я вам скажу, ну я не говорю про рекрутинг Это вообще данность, когда руководитель говорит, я хочу сформировать команду и найди мне Вот у меня сейчас там 18 вакансий вдруг оказалось в наборе Разных И я везде просто пытаюсь считать, а что нужно Потому что что я слышу, я хочу своего человека Это не мой человек, мне он не нравится То есть мы находимся в истории какой-то эмоциональной Хочу-не хочу Хочу-не хочу, нравится-не нравится Для рекрутера, для нормального рекрутера это вакуум Это информационный полный вакуум И начинается выгадывать Но это и факап, извозите меня, я простым словом скажу Это значит, что ты никогда эту вакансию не закроешь Начинается гадание на кофейной гуще, да, и ты начинаешь подгадывать, ты смотришь на руководителя Для кого-то это вдруг религиозный аспект, есть такие, да Для кого-то это человеческий, для кого-то важно, чтобы у него там были дети Мы все ищем хороших, привлекательных, чистых и светлых людей Ну у нас такое количество тёмных Жаль, что не все У меня приятельница говорит, она говорит, глянусь, а тёмные наступают, понимаете Я не хочу быть в сумраке, как бы, да, я на светом стороне Ночной дозор, да Да, поэтому вот прям ночной дозор вокруг Поэтому в рекрутинге это прям катастрофа, если ты не понимаешь, что ценится Вы знаете, я читала в Сколково хорошие семинары для собственников двухдневные Потрясающая аудитория была, и у них была рабочая тетрадь И я там умудрилась, видимо, от своей гениальности поставить, знаете, вопрос Мы подошли к куску миссии видения ценностей Я думаю, ну что бы их, как бы их раскачать Я написала, напишите пять тезисов, что принято в вашей компании И пять тезисов, чего не принято в вашей компании По сути, экспертиза корпоративной культуры Роман, это единственный раздел, в котором мы оказались в тупике То есть они Не смогли Они саботировали, они падали в обморок Они делали вид, что им это не нужно Они сказали, мы это дома напишем То есть это сложно Ну вот кажется, что это просто Ну так ты сформулируй Я приведу пример Давайте Недавно у меня был провальный консалтинговый проект Да Одной простой причине, что я попросил топ-менеджмент Высказать свое собственное мнение И они таким образом развернули ситуацию Что собственно сказал, сморачиваем, потому что мы здесь занимаемся ерундой Ерундой А потому что в первую очередь страх Высказать Да, высказать И разбор полетов И сказать, что ты сделал не так Что такое обратная связь Это когда человеку сейчас в моменте говорят о том, что он в прошлом сделал что-то не так С надеждой, что он в будущем этого не повторит Абсолютно И здесь включается механизм Вот ко всему, о чем мы говорим Того, что ценности не транслированы Людям не говорят, чего о них отжидают Здесь еще эти механизмы оценочные очень сильные Ведь есть же исследования Они мне очень нравятся О том, что наш мозг Даже когда у него все Когда мы отдыхаем И вроде ничего не делаем Там 4 из 5 элементов работают в холостую А оценочный продолжает постоянно молотить в рабочем ряду Опять же, возвращаясь к Черниговской Она говорит, что мы не можем контролировать наши действия Почему? Мы все время оцениваем Потому что действие уже производится мозгом Мы лишь можем контролировать информацию, загружаемую в мозг И вот когда мы фильтруем хорошее, нехорошее Только тогда мы можем влиять на действие Буквально 2 секунды Мы с вами же имеем и банковский опыт Да, да, да Я в 90-м году, когда первый раз попал в Соединенные Штаты И мы приехали на экскурсию в банк Они нам говорили Мы большим удовольствием выдаем кредиты тем людям Которые раньше получили банкротство или неудачу Прошли через неудачу А я не могу понять, почему? А говорит, а потому что у них есть опыт выхода из сложной ситуации Да, да Вот это умение встать и подняться Для руководителя А потом это перешло в стартап движения И все это развивается Поэтому кейс очень важный Я, кстати, хотела вам привести один пример Немножко, может быть, уйду от темы Знаете, когда отсутствие обратной связи убило мотивацию У меня был потрясающий случай Я, наверное, кейс когда-нибудь про это напишу Никогда-нибудь? Прямо к сентябрю книжка Обещаю, да Ну, к сентябрю нет, но обещаю Значит, хороший работник Неожиданно получает от руководителя Полуторный коэффициент примирования сверху То есть вот на списках Сидит руководитель и своей рукой Молча при HR, например, ставит там плюс полтора И возвращает молча эту бумажку HR идет и транслирует И говорит Тебе полтора Он говорит Почему? За что? Я бы не объяснили Да, условно говоря И ты не знаешь То есть руководитель там сидит в шоке Он потому что не понимает За что его примировали Страшно ему становится Страшно Включается механизм Эта тема продолжалась полтора года, честно говоря И в итоге люди расстались То есть дальше начинается кейс Что ты думаешь Что ты такого хорошего сделал Работник пытается собрать информацию Обратную связь никто не дают Ему говорят Да радуйся, тебе дали полтора Ты подходишь к шефу Он говорит Да ну слушай Почему я должен объяснять Ну нравится мне Как он работает Работник начинает жить в стрессе От неоправдания возможности Неоправдать надежды От возможности неоправдать надежды И начинает что делать И начинает бояться И он начинает бояться Совершить ошибку Снижает эти активности Через полтора года Этого же работника вызывают на ковер И говорят Что-то я тебя не узнаю Глаза у тебя не горят Работаешь ты плохо И вообще мне не нравится В итоге люди прекратили Трудовые отношения Я наблюдала за этим кейсом Честно говоря С таким вот интересом и ужасом Потому что Когда ты мотивируешь Объясни почему Если ты наказываешь Объясни почему Информационный гэп Вот эта вот информация Не терпит вакуума Вот Слов нет почему Каждый сидящий на вашем месте Человек говорит о том Что это настолько важно Чтобы люди Это настолько просто Мне кажется А почему это не происходит Почему в каждой компании С этим глобальная проблема Я думаю потому что Нам очень Что такое лайки Вот смотрите Мы с вами в открытом За тему диджитал Если мы успеем Мы дойдем Что такое мы в открытом пространстве Почему мне очень интересна Тема репутации Вот Ведь интересно не то Что ты пишешь Обратите внимание Люди пишут посты И ужас не в том Что написано в постах Ужас в том что никто не лайк Нет ужас в комментариях Во первых Кто как понял А второе Действительно момент лайков Что такое лайк Нам хочется нравиться Мы к сожалению Находимся в истории Вот этой зависимость От этого лайка От этой публичности От принудительной публичности Руководители Я видела правда Много руководителей Честно 90% из них Хотят быть хорошими Даже если они говорят о том Что я злой Страшный И мною нужно пугать детей Ужасный уровень Да То внутренне Он хочет конечно Чтобы его хвалили Здесь есть еще более Высокоуровневая проблема Что собственники Не хвалят тех самых генеральных И вот эта волна Непохвалы И волна Отсутствие обратной связи Когда я прихожу к шефу И говорю Ну что ты его не похвалишь Он же Он говорит Слушай меня никто не хвалит Чего я Это как бы бизнес российский Мы очень жадны Нам кажется Что критические замечания Цельнее Абсолютно согласен Приведу пример Когда я веду Стратегические сессии Мы начинаем знакомиться И вот руководители Топы Я говорю Давайте представьте Друг друга Ну скажите что они Хорошее друг о друге Люди вот так стоят Прям вот их коверкает Когда о них начинают Говорить хорошо Ведь Ну как просто Сказать что-то доброе Слово Ну опять же Вы же много Черниговскую цитируете И эта история Про то что наш мозг Настроен на две вещи Во-первых На быстрые решения И это связано За защитой организма Что это быстро принимать Я например Терпеть не могу Людей которые там Принимают решения Знаете дожидаясь Полного объема информации Ну вы видите По мне я человек Высокочастотный И где-то я получила Подтверждение Своей скорости О том что достаточно Там 30% Для принятия решения Мозг ввязывается А дальше начинает Адаптировать Себя к этой среде Я вот прям в камеру Генеральным директорам Собственникам Всех компаний В Российской Федерации Скажите им Как им Сделать первый шаг К тому Что выйти к людям И начать говорить Ну во-первых Его надо сделать Это первое Во-вторых Как подготовиться к этому К этому нужно подготовиться Потому что Знаете Иногда лучше жива Чем говорить Иногда когда руководитель Выходит и заставляет себя Это мне кажется Должно быть искренним Все-таки желанием Объяснить людям Где они находятся Что должно являться Самой главной мотивацией Что это необходимо Все-таки сделать Послушайте Это должен быть Инстинкт самосохранения Руководитель должен Жить в парадигме Если он не заполняет Информационный вакуум Его заполнят То его заполнит Любая другая Меня ругают За использование Ненормативной лексики Поэтому его заполнит Какая-то другая Информация Чтобы не говорить Неправильных слов Поэтому Либо он генерирует Это пространство Вокруг себя Либо его создадут Другие Но тогда пусть он Потом не обижается Тогда это будет Не его компания Ну пусть он потом Не обижается Тогда люди Домыслят Догадаются Дотрут Перетрут в курилках Понимаете Вынесут это вовне Итак первое Принять о том Что это осознанная необходимость Это нужно Второе Понять хотя бы Начать с маленьких С пятиминутных Каких-то своих Регулярных речей Подготовиться к этому Хотя бы перед женой сесть Перед зеркалом Записать себе на диктофон Что еще А что надо сказать Вот хотя бы Какая главная мысль Должна звучать В каждом из его выступлений Слушайте Во-первых Люди должны понимать Куда они идут Вот в этом смысле Очень хорошо Вот Например у Маслова Все знают его пирамиду Прекрасную А у него есть другая работа Она называется Возможности человеческого разума В общем как-то Очень красиво Она называется Про то что Мы все Давим себе Вот этот Есть комплекс Ионы Так называем Когда мы Стесняемся Больших Высоких целей То есть нам кажется Который в Ките был Наверное Да У Кита Гудла Он говорил про это Да Что мы стесняемся Ставить себе Вот эти вот большие Ну слушайте У меня Знаете Вот сейчас я вам отвечу На этот вопрос Вот сейчас я в Сколково Прохожу прекрасную программу Из лидеров Преподавателей Там есть фееричный Совершенно собственный Генеральный директор Айти компании Мы с ним имели разговор И он мне сказал фразу Он мне говорит Лен ты знаешь Я не то что там HR стратегию Я под людей Поменял бизнес стратегию Гениальный Совершенно потрясающий парень На мой вопрос Почему он говорит Ты понимаешь Ну я стала их терять Они стали приходить И говорить Скучно Неинтересно Есть другие Как бы Что покажи нам горизонты Да И он говорит Я понял Ну хотите горизонты Получите И я им закатал Международную стратегию Выходы на новые рынки Диверсификацию портфеля И они получили То как я всегда говорю Бойтесь мечтать Потому что ваши мечты Могут осуществиться Да Это очень важная история То есть этого не надо бояться Это можно делать Вообще Во-первых Стопами Это конечно нужно делать Индивидуально Здесь сильно зависит от того Какой посыл ты несешь В целом в компанию Что такое репутация Твоей компании Вы кстати знаете о том Что по статистике 60 или 70 процентов Кандидатов Пассивных Которые за бортом Но смотрят на вас Они не отправляют резюме Пока они не поймут Пока не проверят Все это Отзывы о компании Ну то есть вы должны себя Поэтому я вот там Мой продукт Наверное будет точно Только про репутацию Да Вот в этом Это очень важно Потому что Вот мы с вами занимаемся Карьерным В том числе Консультированием людей И вот человек мне говорит Я говорю А какую компанию Ты хочешь работать Например такой Ты говорю Так садись Полностью Сёрф интернет Все что говорит первое лицо О чем И тогда иди Ты будешь подготовлен И тут ты можешь Сильно не угадать Кстати И это может быть Ну надо услышать А для того чтобы тебя услышали Этим же разворачивано 180 Это ну собственно Нужно об этом говорить Чтобы к нему пришли Хорошие люди Ведь это же Настолько получается Все взаимосвязано А знаете еще Какая боль здесь есть Я вам скажу Здесь история в том Что даже если приходят Хорошие люди Ведь люди приходят Не на компанию Рога и копыта А на конкретно Васю Пупкину Руководитель этой компании Конечно А дальше руководитель Живя в счастье Что он затащил Этого парня Он его бросает С пониманием Что дальше сама-сама Как вокзал для двоих А дальше ты сама-сама И здесь очень важно Смотреть на динамику Вот этой повестки Репутации Она очень важна Потому что Три месяца Это один кейс Полгода другой Год Это третья история Да Поэтому вот на это Все нужно смотреть Очень динамично Я может быть Знаете Лен Я как бы так Опущусь до самых Примитивных Азов Я это называю Опуститься до уровня Членов правления Но я не могу Без этого обойтись Почему Общаясь С руководителями С первыми лицами Компании 99% Из них Испытывали Колоссальный стресс Когда они приходили В компании Потому что Они были брошены Брошены То есть адаптация В российских компаниях Практически Не существует А именно это Кстати Вот с Димой Прохоренко Мы говорили Именно в этом Потери колоссальные Люди уходят Хедхантер По-моему Происходил Проводил Исследование То ли 50 То ли 60 Процентов Этих Кандидатов Уходят Первый месяц А сколько Потрачено денег На то Чтобы его найти Принять Все остальное Но почему Люди не понимают Что нужно Хотя бы Уделить время Сводить его На обед Поговорить Исследование Тем более Тем более Если топа Взял На работу Объясните Людям Топом Генеральный Директор Прямо сейчас К ним Как важно Работать С кандидатами Которые пришли К вам В компанию Ну я думаю Здесь руководитель Очень четко Должен понимать Что еще раз Компания Это его продолжение Хочет он этого Или не хочет Репутация Его репутация Очень важна Потому что Приходят Это тоже Я уж прям Тут какие-то Базовые вещи Говорю как азбука Что приходят В компанию А уходят От руководителей Ни от кого Другого Не уходят Очень важный Момент Следующий Знаете Вот тоже Где-то я прочитала Прямо Мне это очень Врезалось В душу О том Что мы Ведь не можем Управлять Мозгами Других людей Ну правда Не можем Мы можем Что руководитель Может дать Две вещи Вот он Работник Он может Создать эмоцию Желательно Положительную Ну и Неважно Эмоцию Чтобы выплеск энергии Чтобы человек Не чувствовал Себя И он может Создать среду Ничего другого Он сделать не может Ты не можешь Взять мозг Другого Уже всем понятно Что мотивация Стимула Там морковки Уже не работает Совершенно понятно Я верю в то Что люди делают Только то Что интересно Ну и Ничего не меняется Ведь в этой жизни Хорошие работники Уходят первыми И молча Они голосуют ногами Они встали и пошли Они не опускаются До уровня обратной связи Обратите внимание Они молча Кладут заявление на стол И в принципе Уходят спокойно и гордо А все вот эти Вот бездельники Которые Лояльные Преданные Умри все живое Они остаются Их как жихарки Их же и чары Не могут вынести Из компании Когда ты читаешь И смотришь Как уволить Неконструктивного работника Я прям представляю Эту боль Но они Они не уходят Они остаются Потому что им Деваться некуда А хорошие уйдут И мы сейчас с вами В диджитале Входим в историю Очень интересно Когда мы с вами Там Ну мы наверное Я надеюсь Что мы доживем до столет При разработках медицины Тем не менее Хотелось бы Тем не менее Уже как бы Прекрасные кейсы О том Что мы переживем Там Да молодые люди Точно переживут Не одну компанию Да И срок жизни человека Совершенно точно Будет больше чем И дальше вопрос Твоего собственного бренда Репутации Имиджа Что ты несешь Что ты Ты продукт Продукт Ты твоя компания Твои люди Твоя команда Что нужно делать И чару И чару Вот мы Если сейчас Вернемся К этой функции Нырнем В эту функцию Чтобы быть Востребованным Сегодня на рынке Послушайте Во-первых Хорошие востребованные И чары Они правда Как горячие пирожки Их настолько мало Им сейчас предлагают Такие условия Пакетные Что я вот смотрю Если бы я Как бы сейчас Захотела вернуться Куда-то там В рабочее пространство Я смотрю на условия Мне часто звонят Рекрутеры Не знаю Что я там Мотаюсь между двумя странами В силу личных обстоятельств И предлагают Позитивные Позитивные И я слушаю предложения Прямо душа радуется Честно Прямо мне нравится Второй кейс Кстати для руководителя Это подтверждает Значимость профессии Да То есть Ну это конечно Международы Конечно Групные компании Это кстати регионы Называют прям Шестизначные цифры В зарплате Прямо так душевно Спокойно Мы готовы И это как бы Говорит о следующем Что функция востребована Здесь есть другая история Что ведь есть компании Там условно Там до 150 человек Ну там 180 В которых в принципе Он может быть И не нужен HR Это тоже данность Для руководителя Вот кстати как бывает Как быть руководителем Если он понимает Что ему HR не нужен Он просто должен понимать Базовый набор этих функций Вот я даже статью писала Надо ее все-таки Допубликовать и выпустить О том что Если у вас нет HR То может быть и слава богу Потому что в компании На 100 человек Плохой HR Это гораздо больше вреда Чем пользы Понимаете Тогда нужно взять функцию Сделать там рейтинг Топ 5 задач И распределить ее Например брендом Репутации компании Можут заниматься маркетологи Прекрасно Абсолютно Систему мотивации Внутреннее позиционирование Внешне Систему мотивации Могут делать коммерсанты С финансистами Бухгалтеры Ну бухгалтеры нет Но коммерсанты С финансистами Например да Функция сама по себе Маркетинговая HR сейчас Я знаю массу HR Которые из маркетинга Из продаж Идут в эту функцию И они мега успешны Потому что эта функция Просто заботы о людях Понимаете в чем фишка Вот у HR На повестке все вопросы Которые и есть Наша с вами жизнь Это наши деньги Это наша зарплата Это наше перемещение Это наше поощрение Будущее Все То есть за периметрами Вот этой нашей с вами Круга Интересов Остается только Ну семья Супруга Дети Родители Там да И так далее Какие-то другие вещи Но 90% того Что нас интересует В этой жизни И чем мы можем Обеспечить свой тыл Это то что находится В ведении вопросов HR В ведении этой функции Поэтому HR Это как бы Функция такая Что он должен Либо эту работу делать хорошо Возвращаясь Востребованы те Которые знают Своих стейкхолдеров Вот еще раз Которые понимают Что для линейного менеджера Одно Для первого лица Другое То есть четко Должен знать запросы Он не должен Исполнять поручения Руководителя Любой ценой Ведь руководители Очень часто кидают Уволь человека К примеру И не говорит Ни почему Ни что Ни зачем И HR Как безумный Идет и делает Это любой ценой Руша все На своем пути Увольняя Создавая Прецеденты юридические Не выплачивая деньги Порти репутацию Я иногда смотрю И думаю Ну сумасшедший дом какой-то Ну ты вернись К руководителю И объясни Что увольнение стоит Столько-то Риски Такие-то Ну ты подноси Эти патроны Правильно Как бы Давай информацию Для принятия решений Все-таки партнерство Вот здесь вот Я понимаю Что HR HR директор HR бизнес партнер Разные по статусу Но партнерство в HR Оно безусловно Это функция Такая коллаборативная Сотрудническая То есть это функция Заботы Это функция Это функция Знаете Был хороший эксперимент Сейчас извините Что мысль Вот Шесть команд Самых разных Там определяли С точки зрения Эффективности Да И обратной связи В том числе И Самыми эффективными Были команды Где на одно Критическое замечание Давали шесть положительных Позитивных Каких-то Вбросов информационных Да Вот шесть к одному Вот это были самые эффективные команды Поэтому Все нужно делать Красиво Во всем Нашем Извините Вот в том негативе Который нас окружает Ну всегда можно найти Хорошее Послушайте Я уволила Огромное количество людей Ну работа такая Я знаю Что я позвоню Сейчас 90% этих людей Они снимут трубку И скажут Лена привет Да Вопрос каким образом Да И как мы выполняли Свои профессиональные Это уже отношение к людям Как к людям Это как бы HR это ведь не овчарка Понимаете Там это ВСС в службах Да Ну как бы это не та роль HR сами себе придумывают Те роли Которые Не существующие Не надо Это не нужно Сделай себе нормальную Внятную роль Жесткого руководителя В интересах бизнеса С неравнодушным отношением К людям Окей Собственникам много дали В процессе нашей Я всегда говорю Что каждый эфир Это как мини курс В MBA И каждый преподаватель Каждый спикер Это как преподаватель За кадром остается море И ты прям Вот если хочешь Имеющие уши Да услышит Дадим пару Каких-нибудь там Хороших вещей Кандидатам Ведь кандидат Это не обязательно Там сотрудник Доп-офис Операционист Мы говорим с вами О топах Я люблю топов Да Я тоже Я их люблю Итак топы И у топа Кстати Не все хотят Быть бизнесменами Есть люди Которые исключительно Видят себя по найму Как вы там помните Привели Пример с Узереном Да Так вот Человеку 40 плюс Топовая позиция Что ему нужно В себе нести Чтоб он продолжал Быть востребованным Это сильно зависит От того Какой у него Предыдущий бэкграунд Это не может быть Разное Потому что топ Коммерсант Это одна история Топ финансист 45-50 Это другая история Топ HR Это третья Но он совершенно Точно должен понимать Что он продает Он может продавать Опыт Он может продавать Сотрудничество Он может продавать Связи Он может быть интегратором Он может продавать Он может Знаете У меня был прекрасный разговор С молодым человеком Сколково Которая компания Занимается игровым бизнесом И он мне сказал Великолепную вещь Парень молодой 28 лет Он говорит Я взял программиста Которому 72 года Новосибирский Я прям сидела И получала Несказанное удовольствие И он говорит Мы сначала Все годы этого деда Так это вот с ужасом А теперь он вообще Душа компании И он учит Понимаете? И он учит И так далее Поэтому здесь не надо Зацикливаться на том Сколько тебе Потому что Ну это Зачем это? Здесь вопрос в том Что ты умеешь Как ты учишься Что ты Какие знания Чем ты делишься? Я думаю Самыми успешными Будут люди Которые от состояния Вот этой вот войны Серии Что я лучше Чем кто-то Перейдут к истории Сотрудничества Я тебе дам Я тебе помогу Я тебя научу Если ты этого захочешь Здесь это тоже Очень важно Если ты этого захочешь Вспомнил одну вашу фразу Спасибо большое Мне кажется Если вот Опять же нас услышали То пусть услышат Вспомнил вашу фразу Перед началом Нашего эфира О том что Скорость эскадры Прокрессер Можно я ее сказать? Я обожаю эту цитату Это цитата великого Богданова Нашего русского ученого Он создал На стиле переливания крови И в одном из экспериментов В 26 эксперименте Он умер собственно говоря Никто до сих пор не знает Он сам на себе делал эксперименты Он написал прекрасную научную работу Тектология называется И весь тайм-менеджмент И так далее И все что сейчас в Америке Это же все наши советские наработки Тех кого не успели Там сказать В свое время уничтожить Значит у Богданова Есть великолепная фраза Скорость эскадры Определяется скоростью Самого медленно идущего крейсера И это очень важно для руководителя Понимаете Этот крейсер должен знать Что он самый медленно идущий Это диагностика Это значит Должна быть система диагностики Диагностика, да Он должен понимать Как бы как это сделать И он должен понимать Как добавить скорости Этому крейсеру Вот по сути Три основных аспекта Которые должны быть В инструментарии Каждого уважающего себя Руководителя Руководителя, да Я говорил Что время пролетает незаметно Невозможно быстро Да, да Столько всего осталось Хочу поговорить Немного о вас Все-таки, да Мне очень интересно Потому что Зачастую люди Которые сформировались Безусловно В профессии В какой-то момент Выходят на рынок И вот вы уже Не получаете Две своих любимых СМС Там с зарплатой Я не знаю Судя по статусу У вас должен был быть Корпоративный водитель Все было То есть все как надо И кабинеты И секретарши И все-все остальное Какие плюсы Вот этого Неоремесленничества Я вам говорил О себе метрофан Есть в том Что Вы теперь Свободны В возможности Раздать свои знания И как к этому Человек может прийти Вот буквально Год вы Чуть менее года В этом плавании Как это ощущаете Ну во-первых Я еще в этом процессе Я еще пока Такого потоки На нисходя Я пока внизу Этого потока Потому что Меня все-таки Еще сколково Форматируют В рамках своей программы Как преподавателя Но ощущения в этом Откровенно говоря Прекрасные Я думаю Что я здесь Ровно так же Как и все остальные люди Вышедшие Жизнь за пределами Всех Любых Самых крупных Корпораций Есть Из любого Самого Как я это называю Из любого казино Надо уходить вовремя Знаете В хорошем смысле Это не И даже если У меня есть другое выражение Что любое движение Вперед Всегда является Следствием пинковзата Это как бы Не бывает по-другому Понимаете Поэтому инерционно Далее покатился Это хорошая история У меня Сейчас основной вопрос Доупаковывать Свой продукт И просто выходить Уже с репутацией С аналоговыми людьми В эпоху бизнеса Потому что Диджитал Это диджитал А мы с вами Аналоговые люди И я надеюсь Что нам в этой среде Будет хорошо Мне хорошо Сказал Вот мне интересно Я вспомнил Игорь Рыбаков Он сказал Что вот эти Мы как онлайн динозавры Да Ты пока будешь Поворачиваться У тебя есть поднос Эта мелочь цифровая Уведут все Все просто со свистом В последнюю минуту эфира Мне бы хотелось Сделать некое саммари Итак Все же Основные задачи Генерального директора В компании С точки зрения Обратной связи Просто заботиться О своих людях И давать им Обратную связь И давать им Обратную связь Основная роль HR В компании Основная роль HR В компании Это забота О всех группах Стейкхолдеров Этой компании Что должен знать Первое лицо О функции HR Самое минимальное О том Что если не ты Управляешь твоим персоналом То это делают Кто-то другие Супер Большое вам спасибо И я был сегодня Невероятно рад Этому энергичному Заразительному эфиру Потому что Общаясь с вами Получаешь искреннее удовольствие В первую очередь Потому что вы Очень замечательный человек А второе Вы профессионал Своего дела И когда вы говорите Каждое ваше слово Помните Мы еще застали то время Когда мы работали С дискетами Я сейчас вспоминаю Эта дискета Это для того Чтобы записать информацию Нужно было Либо рар использовать Либо zip архив И вот каждая ваша фраза Она как zip архив Она потом распаковывается Друзья Этот эфир Пересматривайте На паузе Смотрите Останавливайтесь Задумывайтесь Об этом Елена доступна Всегда можно задать Любые слова Любые там В соцсетях Во всех там Не знаю Персональных сайтах Поэтому Развивайтесь Самообучайтесь И не стойте на месте Точно Абсолютно Спасибо огромное Да С вами был Роман Дусенко И программа Бизнес-завтрак На радио Медиаметрикс До встречи Через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok